здравствуйте сегодняшнем видео нам предстоит играть на стороне такого мастера атаки как яган цукер торт и он играл против тоже мастера атаки михаила чегорина и так цукер торт играл черными переворачиваем доску и напоминаю наша задача за 10-15 секунд постараться сделать ход который был в партии либо хотя бы он был у нас в ходе кандидатов и так давайте смотреть я открыл чест бейс нотацию закрыл перевел на книгу книгу то тоже закрыл но дебютные ходы естественно мы угадывать не будем е4 е5 конь f3 конь c6 слон b5 конь f6 рокировка и вот в этой позиции давайте начнем угадывать ходы цукер торта д6 нет цукер торт сыграл смело конь бит е4 побил пешку до 4 сыграл михаил чегорин д5 цукер торт сыграл слон е7 на развитие д5 конь бит е4 нет цукер торт сыграл конь д6 конь бит е4 дц 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 а дц дц Рокировка Нет, Сокерторг сыграл Ф6 Такой оригинальный план избрал ЦБ Слон бьет Б7 Слон Е3 Рокировка Конь Б на Д2 Ферзь Е8 Нет, Сокерторг сыграл Конь Ф7 Ферзь Е2 Ферзь Е4 Ферзь Е8 Ферзь Е4 Продолжение следует... 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 нет слон а6 ферзь а4 и вот теперь ферзь g4 опять нет конь g5 кондиот f3 кондиот f3 нет еф водя десе c6 нет FG вот я бьютийси Ферзь h3, нет, конь h3, конь h3, шах, нет. Король g2. Ферзь f5. Нет, конь f4, шах, король f3. Нет, конь h3. Нет, конь h3. Ферзь h3. Шах, король e4. Нет, конь h3. 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 ферзь f5 шах нет слон b7 шах король d4 2 2 2 2 3 4 4 5 7 6 6 6 шах 4 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 7 8 9 9 9 9 10 9 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 10 9 10 Вот так вот. 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 В любом случае ферзь теряется и с материалом остаются черные. Вот такая партия. Теперь осталось нам посмотреть сколько ходов мы не угадали. Ну то есть я практически эту партию вообще за Сукер Торта не угадал. Давайте смотреть. Итак, первоначальная позиция. Ход Д6 в порядке приоритетов. То есть не записываем себя. В данном случае неугадный ход. Коньбют Е4. Первая линия движка комода. Ставим следующую позицию. После Д4. Ход Д5. Видимо слабый ход. В ходах кандидатах движка его такого хода нет. Ход слон Е7. Сукер Торта. Второй по линии. То есть ставим себе один неугадный ход. Следующую позицию ставим. После хода Д5. Я сыграл конь Д4. Далее перевес белым этот ход. Ход Сукер Торта конь Д6 лучше. То есть вновь себе ставим неугадный ход. Следующая позиция. После ДЦ. Сукер Торт сыграл Ф6. Да, здесь я просто зимнул пешку. Сыграв рокировка. Ставим себе третий неугадный ход. Следующая позиция. После коньбе Д2. Ферзь Е8. Такой план я хотел избрать. Хочу сказать, что в этой позиции перевес движок оценивает чуть ли не в пешку в пользу черных. Ферзь Е8 находится в ходах кандидатов движка. Выходит на второе место. А план Сукер Торта конь Ф7 его вообще здесь нет. То есть оригинально сыграл Сукер Торт. Здесь мы себе не засчитываем неугадный ход. Ставим следующую позицию. После Ферзь Е2 Сукер Торт избрал вот такой план. Для чего он и играл ход конь Ф7. Ф5, Ф4 прогоняя чернопольного слона белых. Такой ход на седьмом месте находится по тому, как анализирует движок. Сильнейшим ходом считается ход А5 либо Ферзь Д5. Как раз ход Ферзь Д5 я и сыграл, угадывал. Здесь в данном случае опять не ставим себе неугаданный ход. Дальше двигаемся по парте. Конь Ф на Д4. Сукер Торт сыграл Ф3. Сильнейший ход в этой позиции. Слон бьет С5. С идеей на конь бьет С5 сыграть просто Ферзь бьет Д4. То есть Сукер Торт не увидел просто, что выигрывает фигуру на ровном месте при продолжающейся атаке. В принципе я этого тоже не заметил. Думал, что все защищено. то есть тактическая близорукость. Ход Конь Е5 на седьмом месте по показаниям движка. Ход Сукер Торта Ф3 находится на втором месте. Здесь себе ставим вновь неугадный ход. Четвертый неугадный ход. Ставим следующую позицию. после хода Ферзь Б5 я правильно сыграл Слонгио С5. Сукер Торт сыграл Ферзь С8 с оригинальной идеей. В данном случае мы сильнее сыграли даже чем Гасмейстер. Остается четыре неугадных хода. То есть не ставим себе что это ход неугадный. Ладья Ф на Д1 вот эта позиция. Слон А6 Сукер Торта правильный. Ход Ферзь Ж4 выпускает часть перевеса. Но я хотел сыграть на мат так давайте проверим ход Слон А6 правильный Сукер Торта Ферзь Ж4 послабее и тем не менее давайте проверим уж под матом находится Король Ж3 Ферзь Х3 угроза мата да защита Ферзь Ф1 защита Ферзь Ф1 такой ход и от мата ничего нет поэтому слон А6 правильный ход угроза также сохраняется ставим пятый неугадный ход слон А6 вот в этой позиции надо было играть что и сыграл Сукер Торт ставим следующую позицию после Ферзь А4 Конь Ж5 вновь Сукер Торт на высоте в тактике играет сильнейшим образом ход Ферзь Ж4 гораздо слабее так как после хода Конь бьет Ф3 выясняется что нельзя взять пешкой Е потому что связан Ферзь который будет находиться на Ж4 и так ставим себе шестой неугадный ход следующая позиция Конь бьет Ф3 слабый ход правильно сыграл Сукер Торт ставим себе в этой позиции седьмой неугадный ход следующая позиция Сукер Торт сыграл Ф Ж я предложил ход С6 С6 есть такой ход в списке но он гораздо слабее ставим себе восьмой неугадный ход то есть комбинацию атаку Сукер Торта я ее просто не вижу и так после ладья бьет Е7 Ферзь H3 ничего не дает совершенно пустой ход давайте посмотрим какое опровержение конь Д2 вот такой единственный ход достаточный для того чтобы позиция стала только равная и чуть-чуть получше у черных Итак девятый неугадный ход в этой парте следующая позиция король бьет G2 и Сукер Торт играет конь F4 сильнейшим образом проводит атаку мой же ход Ферзь F5 просто ничейный на Ферзь F5 просто Ферзь бьет А6 ничейный ход то есть выпускающий весь атакующий перевес Итак десятый неугадный ход король Е4 здесь сильнейшим ходом было сыграть конь Е2 да думал я над этим ходом конь Е2 чтобы не дать королю убежать никуда то есть просто на мат сыграть и действительно движок на даже небольшой глубине вышел на то что ход конь Е2 дает мат правда в 19 ходов ну скорее всего мат здесь не в 19 ходов а меньше просто глубину надо набрать движку и действительно вот сейчас он набрал глубину и уже показывает что мат в 13 ходов после хода конь G6 хода конь G2 сток фиш например видит ход G2 с тем чтобы отрезать конем поле Е3 а ферзь освободился для того чтобы атаковать ферзь G4 либо ферзь F5 Итак ход конь G2 дает мат в 10 ходов то есть вот какая интересная позиция итак ферзь F5 вновь неудачное решение позиции ставим себе вновь неугадный ход уже 11 вот в этой позиции конь играет Цукерторт ход ладья А на D8 не портит в принципе лучше ладья F на D8 было сыграть в этой позиции но тем не менее ставим себе здесь неуспех то есть ход конь Е6 я даже не рассматривал 12 неудачный неугадный ход следующая позиция после хода конь D4 конь D5 вот движок оценивает его в данном случае на втором месте ход слон D5 который я сыграл на первом месте находится здесь мы себе не ставим неугадный ход следующая позиция после короля C5 ладья D8 неудачное решение выпускающее практически весь перевес только полторы пешки после хода D8 так как не предусмотрено то что ладья E8 шах и ладья F должна будет встать на F8 и от атаки мало что остается поэтому FH5 не угадал я этот ход 13 неугадный ход и заключительная позиция после короля C4 FD5 я предложил неудачное решение то есть надо было просто отыгрывать материал я этого не увидел после ладья бьет D4 как я уже сказал король D4 FG4 шах король отходит и FH погибает съедается FH4 а если король B3 отойти то просто слон все таки вытесняет а давайте проверим все таки этот вариант король D4 FG4 на B3 даже вообще не попадает да вот такая партия надеюсь она вам понравилась 13 неугадных ходов то есть атаку Цукер Торта я не увидел на этом все всего доброго до свидания